Веческое кафе. Ну вот, чтобы продолжить тему. Получается, нету понимания, что эта война где-то там, далеко, это не про них, их это не касается. В самом деле, есть, конечно, уже проскакивают статьи, что это объявление войны, но это было понятно еще в 2014 году. Это было объявление войны всему Западу, всем свободным странам, развитым, которые живут по правам человека и по закону. Если ты нарушаешь закон, если ты должен, тут придет как бы спрос. Вчера смотрел, как один казах, водитель большой фуры, видимо, запарковался где-то в Германии на частной территории, ему выписали штраф, а он уехал, наверное, забил на это. И когда он в следующий раз приехал на задание, его прямо с самолета пригласили. Сняли и сказали, либо ты отсидишь по 30 евро в день, либо ты заплатишь сейчас. У него такой суммы не было, ему пришлось посидеть 16 дней за деньги, ну, в нормальной тюрьме. Сколько я понял, во правду. Такие вот два гируса. И вот получается, что люди здесь живут по 30 лет и не знают, что им вообще можно говорить, что нельзя, и где, и как. То есть, если ты хочешь демонстрацию, что ты там против того, чтобы поставляли оружие на Украину, делается заявка, и вот эту демонстрацию я сегодня заснял. Но в том, что понимания нету, да. Вот зашли они в 2014 году, никто ничего не сказал, все испугались, дальше набирали сил, действовали сначала гибридными методами, спецслужбами, и потом в открытую пошли. А что им надо, чтобы пошли на Польшу или чтобы пошли на Литву, они тогда не поймут. Они поймут только тогда, когда начнет прям грохотать вот у них, они это услышат, что у них складываются легкие, желудок меняется местами с другими органами, да, там от взрывов. Вот тогда они это прочувствуют, что это проник. На самом деле, не понимая того, что это все проник. Просто идет борьба систем, грубо говоря, свободы и тоталитарного государства депутатуры. Вот и все.